В ближайшее время преобразится село Великорецкое и дорога к нему. Туда ровно через неделю, 3 июня, отправится крестный ход. Паломники преодолеют 50 километров. Село благоустраивают. Что уже сделано и много ли работы еще осталось? Проверить это сегодня к реке Великой отправились областные чиновники и священнослужители. Вместе с ними в Великорецком побывала Анна Мамаева. Уже неделю кровлю этой часовни в селе Великорецкое перекладывают заново. В ремонте здание нуждалось давно. Крыша начала протекать еще несколько лет назад. Местные жители говорят, стыдно уже было за разруху перед паломниками со всей России. К 25-летию возрождения Великорецкого крестного хода этот деревянный алтарь, а также и другие постройки на берегу священной реки решили отремонтировать. Внутри произведен частичный ремонт и купели полностью поменяли. А еще и сами купели полностью заменили. За 10 лет дерево, из которого они были сделаны, начало подгнивать. Снаружи домики святых источников в этом году поменяли облик. Благодаря новым крышам они стали более нарядными. Такие проверки Великорецкого перед началом крестного хода проводятся ежегодно. В этом году сюда впервые приехал Роман Антонов, недавно назначенный первый заместитель председателя правительства области. Больше всего чиновников впечатлил энтузиазм кировчан, с которым они готовятся к предстоящему событию. Практически все средства на ремонт и реконструкцию спонсировали предприниматели города и области, а это почти полтора миллиона рублей. Мы привлекали средства из небюджетных источников в основном, на то, чтобы здесь привести все в порядок, потому что каждая зима, она, к сожалению, имеет свое пагубное воздействие. И нам бы все-таки хотелось, чтобы люди, которые были в прошлом году, во время хода и сейчас, чтобы они видели все-таки о том, что действительно происходят какие-то улучшения. Для того, чтобы баловники смогли окунуться в освещенную воду реки Великой, здесь еще несколько лет назад было сделано шесть спусков. Их отремонтируют до начала крестного хода, а также заново обустроят деревянный помост для священнослужителей. Удобно будет добраться не только до реки, но и до самого села. На протяжении 25 километров до Велькорецкого делают ямочный ремонт, а кое-где проложили новый асфальт. Но в итоге, в сроке, в срок, к началу крестного хода. Анна Мамаева, Алексей Юферев, Бюро новостей, Давича.